добрый вечер уважаемые телезрители сегодня мы здесь в нашей студии будем обсуждать актуальную для нашего города и очень проблемную тему это обыски на одесском припортовом заводе эту тему мы вчера не обсуждали в связи с тем что очень много было событий связанных с припортовым заводом и в начале этого дня в начале 20 ноября ничего не предвещало того что могут пройти такие обыски поэтому в самом начале нашей передачи мы бы хотели бы немножечко вернуться к этой теме и установить хронологию событий вообще события связанные с одесским припортовым заводом и обсуждение ее особенно в социальных сетях она началась уже очень давно но мы не будем далеко уходить мы начнем с вчерашнего дня в начале было слово и слово было фейсбуке михаил саакашвили на своей странице вчера в 0 часов 02 минуты написал о том что цитирую провели сегодня заседание наглядовой рады реформ держпредприемств головою якою я брали участь міністр економики инфраструктури аграрної політики голова фонду держмайна представник президента в кабінете міністрів представник міжнародного валютного фонду єбрд та та експерти за моєю пропозицію в числі інших питань обговорили контракт із закупівлі газу укладений одеським припортовым заводом через підставну компанію прийшли до одноголосного висновку що контракт корупційний і завдає великої шкоди нашому бюджету попередня оцінка цього збитку 90 млн доларів на рік будемо зупиняти за допомогою прокуратури і всіма іншими методами отже вот такое сообщение появилось в фейсбуке на странице на официальной странице Михаила Саакашвили головы облдеш администрації Одеської области и буквально через несколько часов приблизительно где-то в час дня делегация из одеських журналистов и также Михаил Саакашвили приехали на Одеський припортовый завод для того чтобы провести пресс-конференцию пресс-конференция состоялась возле одесского припортового завода недалеко от одесского припортового завода возле дороги Одесса-Южный в начале своей пресс-конференции Михаил Саакашвили сообщил о том что в эти минуты именно в те минуты когда он дает пресс-конференцию происходит обыски следователями прокуратуры в Ильичевском порту что касается одесского припортового завода это второе заявление которое он должен был сделать в этот день мы сейчас мы сейчас послушаем что он сказал и тоже обратимся к его странице в фейсбуке сейчас найдем вот его выступление индустрия одесского припортового завода завод одесский припортовый заключил соглашение по долингу по закупке газа это когда поступает газ минимальные деньги оставляет на переработку и забирает готовую продукцию такие контракты запрещены во многих странах мира потому что всегда подразумевается что контракты по долингу подразумевают частые заинтересованность заинтересованность менеджмента коррупционный интерес конкретно должна стрелиться некая австрийская прокладка это не фирма даже это называются они прокладки да господин Мартинико готов привык работать с Атоммашем с Энергатом извините и с другими компаниями с которыми они работают это классическая аферистическая фирма которая которая там 10 процентов принадлежит какому-то долейшему лицу а 90 процентов принадлежит неизвестным лицам у компании сайт появился всего несколько дней тому назад сразу за два дня до заключения контракта а директор этой австрийской компании 29-летний юный отцов из Болгавы которая вот вдруг достала оттуда столько надгаза и вдруг почему-то хочется брать отсюда столько денег понятно что за ней стоят конкретные лица они не скрывают что это реально подставная фирма потому что ни одна серьезная компания в этой афере открыта никогда бы не участвовала этот договор если он будет осуществлен принесет в течение года ущерб нанесет ущерб на сумму 93 миллионов долларов прямой этому заводу государственному и дальше дальше экономике бюджета Украины 93 миллиона американских долларов вот на такой сумме вот цена вопроса мы пытались и пытаемся получить копию этого контракта в судебно-правовом поверхности значит несколько дней тому назад прокурор области обратился суд для того чтобы получить контракт и взять документы чтобы посмотреть конкретно что там есть судью срочно в порядке вызвали Киев по какому-то другому делу наложили на него дисциплинарное взыскание и удалили его дело сейчас мы пошли к другому суде мы обязательно этот контракт получим не смогут они прятаться спрятать от нас и от общества Украины контракты всегда детали связанные с контрактом директор завода насколько я узнал отказался визировать и подписывать этот контракт и контракт был подписан Николаю Щурикову господин Щуриков был назначен марки в апреле по политической фоне наблюдательным советом который утверждает правительство Украины и как всем хорошо известно это прямое ставление господина Мартыненко господин Мартыненко это правая рука премьер-министра Яценюка и глава комитета по энергетике Верховной Рады Украины я хочу призвать премьер-министра обуздать необузданные аппетиты своих лучших друзей своих любых друзей немедленно расторгнуть этот грубоко преступный коррупционный грабительский контракт для украинской экономики в котором нет объяснений они нам объясняют что контракт они заключили потому что оказывается правительство контроля и НБУ контроль за вывозкой валюты не позволяет им иначе работать извините, а это правительство на чего существует если оно само устанавливает такие нормы на которые само же ссылается для того, чтобы потом грабить мы присутствуем при театре об суде просто мы будем продолжать уголовное дело в любом случае завод этот сейчас будет приватизироваться и по-моему есть попытка максимально все урвать перед тем, как когда-либо в течение следующих года-два я не знаю, когда они наконец-то это выйдут они будут его приватизировать и при этом, когда заключаются такие контракты когда подаются иски с разных ведомств цена завода резко падает конечно и в каждом вот такое было выступление головы облдэш администрации возле Одесского припортового завода и я представляю вам нашего гостя сегодня во-первых мы с Наташей не одни да, мы даже еще не представили да, мы сами не представились потому что мы сегодня работали в немножко таком очень активном режиме потому что продолжали вчерашний день продолжали, да он у нас не закончился у нас есть гость в студии это Илья Юрченко добрый вечер добрый вечер работник Одесского припортового завода совершенно верно и ну вчера по сути когда была эта пресс-конференция ничто не предвещало каких-то возможных таких обысков вот таких громких обысков с одной стороны с одной стороны но с другой стороны Михаил Саакашвили абсолютно открыто публично заявил о том что сейчас они ждут ухвалы суда и для того чтобы получить таким образом разрешение на обыск Одесского припортового завода эта информация была озвучена она не была скрыта но просто наверное ну какой-то стереотип у нас такой что в общем то с Одесским припортовым заводом так как с Южненским исполкомом быть не может поэтому никто не предполагал что вот именно так это будет хотя если посмотреть на хронологию событий то никаких других вариантов быть наверное не может в этом случае в пятницу ночь и в общем ну мы знаем да что также приходили в исполком ночью но это было в четверг но только потому что в субботу день тишины и поэтому в пятницу ночью если прийти то вполне возможно что могла бы информация не появится на небезызвестном канале а вот также в пятницу ночью пришли за бюллетенями за бюллетенями и здесь в пятницу ночью приходит на Десский припортовый завод вы когда узнали о той ситуации что сложилось вы могли в это поверить и вообще какая первая информация к вам пришла и во сколько лично для меня о себе скажу я просмотрел это видео с нахашвили буквально через минуту не успев поразмыслить через минуту мне позвонили с информацией о том что конкретно рейдерский захват мы не знали что происходит мы слышали о том что рейдерский захват было предложено поехать вместе с компанией таких же активистов как я собственно я согласился сразу по дороге меня проинструктировали как можно вести радиоэфир вот в принципе рад потому что это случилось так сказать общался с людьми посредством радиоэфира вот приехали туда там одними из первых наверно мы приехали вы были еще журналисты другие тоже южненские вот собственно видели сразу вооруженных людей сирена сирена завода управления да звучало мне слышать или писали что противная сирена вот ну это и сразу прокурор сразу был прокурор точнее исполняющий обязанности прокурора города южный вот и сразу так сказать подойдя к нему услышал угрозы в сторону одной из журналисток о том что если ты будешь меня фотографировать я сейчас у тебя под аппарат заберу продолжение не помню куда он его денет но собственно это были угрозы на что я обратил внимание правоохранителей которые не пресекли даже это дело но с точки зрения моральной этики какой то вообще прокурор мне кажется не подстать заниматься какими-то угрозами оскорблениями и всем остальным говоря уже о том что если он выполняет решение суда он должен этим и заниматься а где ты работаешь цех производства карбамида это производственный цех один из основных цехов завода я работаю оператором аппаратчиком непосредственно производим карбамид очень ответственная работа важная трудная по сменам это работа связанная с физическим трудом на этажерке на агрегате да и плюс либо на этажерке либо на центральном политеуправлении это ведение процессов за компьютером вот вот такая вот работа ты ну в принципе когда то работать на заводе не так было престижно насколько престижно работать на одесском приборном заводе съездили во Львов у нас спросили где вы работаете на заводе нас смеются там смотря на каком заводе понимаете вот были на многих предприятиях еще до АТО и в Северодонецке в Горлоке были ну страшно на самом деле страшно было там ездить еще до всех этих моментов вот отсутствие ну даже вот внешне эстетично это было очень неприятно ну по сравнению опять же есть с тем сравнивать вот если смотреть на наш завод это действительно красивое предприятие внешне плюс высокотехнологичное изнутри смотри а сколько лет уже работаешь я вот 7 лет работаю на заводе вот я у меня на заводе трудилась мать неприложительное время трудится отец вот у меня бабушка была но не на этом заводе но на похожем предприятие в Непродзоржинске работала тоже продолжают тратить семейные сегодня на встрече Валерий Степанович говорил о том что на предприятие приезжает много иностранных делегаций да мы это видим и чувствуем вот я могу за последний месяц то что касалось непосредственно меня либо я слышал от смежных производств значит знаю в курсе о том что в отделе экономики да там КРУ и налоговая уже больше недели по крайней мере вот это что я не могу свои вопросы ну это ты о проверяющих органах говоришь да иностранные делегации иностранные делегации приезжали из Турции к там проездам опять же приезжала та комиссия фонда госимущества по поводу у нее есть ну опять же от рабочих людей потому что люди не особо горели желанием осматривать ну работу приехали посмотрели там сели в автобус и ехали это вот конкретно от людей я слышал вот их лично не видел вот а по поводу проверяющих много проверяющих и вот у нас в цехе буквально в прошлой неделе государственная экологическая инспекция была за меры выбросов проводила не областная а именно государственная но это часто бывает или это в этом году так зачастили их так много что такое ощущение так много проверяющих это ощущение как они не вижу то есть ну все таки ну это определенная периодичность но это нормально это не какая-то экстренная там проблема то есть ну все по плану замеры там графики и все завод такое завода кредо собственно это чувствуется когда ты работаешь к реке о том что это открытое предприятие это не нужно что-то скрывать зарплата белая люди ну все видят открытую вот опять же вот та же встреча которая произошла собственно ну еще раз очередной раз подчеркиваю то что руководство и вообще ну сам политика завода открытость и открыто для проверяющих органов для всех все открыто пожалуйста кому надо приходите то что вы вчера приехали со своими коллегами и друзьями на что вы рассчитывали ну вы хотели принять участие в чем когда вы увидели людей с автоматами ну сознание немножко немножко меняется когда ты понимаешь что ты ничего не можешь сделать зачем ты приехал и не был была такая мысль были мысли о том что мы едем там будут петушке будет какая-то может драка надо это предотвратить было мысли о том что это может там Саакашвили пиарится может камер куча быть не знаю опять же там ну много мыслей рейдерский захват мы расстоянили это как рейдерский захват группой людей то есть вы хотели защищать мы хотели как минимум осветить мы ехали с целью как минимум осветить как минимум вот ну вот видели то что видели собственно ребята которые с оружием были с автоматами Калашникова да представились спецзагин особо его призначения там полите вот я говорю это бывший Беркут ну собственно это бывший Беркут вот но ничем особо не отличились в плане того что я опять же повторюсь что было конкретное правонарушение конкретно прокурором города они даже не пресекли не отреагировали не отреагировали ну вот собственно как минимум у меня к ним не доверие но они в целом себя вели очень спокойно вот с исключением может каких-то мелких моментов там то что приехал человек его вызвали на работу для дабы открыть кабинеты его не пропускали пока там кто-то не спустился не дал команду вот опять же не пропускали ну я не знаю как продолжительно это было директора завода да который приехал ну несколько секунд буквально ну это был момент ну просто как бы так вот за этим исключением наверное других моментов не было опять же из того что удалось услышать от людей пообщавшись с работниками при назовем штурме не знаю как это называть женщина охранника заслоняла там я не знаю я этого не видел я могу только рассказать со слов людей потому что ей досталось у нее разбита была буба вот это то что я слышал конкретно от профсоюза отряда ОХР организированная охрана на заводе они пытались как-то это дело предотвратить видимо да ну не в их полномочиях не пускать прокурора с этим это прямо запрещено законом Украины об охранной деятельности вот организированном организированной охраны охраны да есть закон специальный который регламентирует их деятельность собственно когда-то я его чуть-чуть почитал из своих соображений вот но это там запрещено прямо ну препятствовать они не могли не могли не могли препятствовать просто вот такая жесткая была видимо с этой стороны я этого не видел я не могу ну да сложно сейчас уже следователи прокуратуры сопровождал сопровождали представителей батальона полиции общественной безопасности особого назначения но в принципе мы как журналисты сталкиваемся с людьми в форме и с оружием фактически постоянно когда приходится бывать на вот таких съемках у меня осталось хорошее впечатление хорошее вот и при всем том что им действительно было дано указание нас не пускать но они журналистам уступали место ну это тебе я не могу этого сказать ты просто пользуешься видимо какое-то определенное уважение мне мне понравилось как они себя вели самое главное но они не скрывали свои лица на камеру ну не скрывать а как они могли собственно говоря они были балаклавы на самом деле всегда скрывают начинают говорить о том что мы милиция мы при исполнении нас нельзя снимать в этом случае ничего такого не звучало и это меня как в один момент показалось что вот еще чуть-чуть и они начнут защищать нас от прокурора они очень себя тактично вели честно скажу несмотря на то что я вам озвучил свои претензии это в целом ничто по сравнению с тем что я видел на видео во время других обысков это это очень они себя тактично вели я озвучил те претензии которые мне показались если бы этого не было они бы себя вообще идеально вели вот и как ну и вчера когда вы посетили одесский припортовый завод увиделись то что происходит транслировали это радио эфир я так понимаю что транслировали аудио только потому что не было света нормального да у нас получается ну это я могу назвать да Вячеслав у нас ведет радио укроп есть товарищ у нас в городе южном это радио общественный интернет вот и он в тот день себе какую-то программу установил для того чтобы вести еще видео эфир стриме и он хотел собственно в полевых условиях сразу это протестить вот а радио эфир передал мне полностью я вел получается со своего мобильного телефона радио эфир как обычно он ведет вот а он вел параллельно еще видео эфир вот то есть это было два параллельно отдельных эфира просто один с картинкой другой без вот так вот вы уже успели с коллегами обсудить этот вопрос к сожалению нет много людей звонила спрашивала потому что хотели с первых уст услышать увидеть потому что я там непосредственно находился вот я что мог рассказал вот ну вот обсудить особо не получилось потому что не было времени к сожалению но еще целая неделя будет впереди я думаю эта тема очень долго не отпустит завод вот ну что это опять же все говорят из ряда вон выходящее для предприятия из ряда вон потому что предприятие открыто предприятия ну так как с нами поступили наплевали к сожалению ну не пошатнулась вера в Одесский припортовый завод потому что всегда когда приезжаешь на предприятие предприятие позиционирует себя как стратегический объект и допустим мы журналисты мы проходим на такой особый контроль у нас каждый раз нам проводят технику безопасности о том что туда не ходить там себя так вести каску на голову одеть противогаз вместе с микрофоном в общем и ну как бы мы ощущали что на предприятие не так легко попасть особенно журналистам так точно а теперь как бы когда прокурор вот таким образом зашел в управление в самый главный цех Одесского припортового завода нет ли какого-то такого ощущения что ну как бы не все так хорошо в плане безопасности трудный вопрос на самом деле и я бы ответил я так не пошатнулась честно скажу не пошатнулась может из-за того что я отец наверное и другие работники передали эту любовь я собственно честно люблю это предприятие вот но определенные моменты эти негативные к сожалению нас тронули и назовем это безупречная репутация она в любом случае пошатнулась в любом случае не в моих глазах в глазах других людей там как же директор говорил зарубежных представителей да это из ряда мое выходящее событие чрезвычайное оно затронуло имидж предприятия к сожалению ну ты заметил когда Саакашвили давал пресс-конференцию он даже подчеркнул что несмотря на то что вот эти губительные контракты которые приносят просто миллионные убытки для государственного бюджета и этот невыгодный контракт директор одесского припортового завода не подписал он это подчеркнул он даже сделал паузу специально то есть у меня сложилось тогда на пресс-конференции впечатление что он все-таки к самому предприятию не пытался сформировать негатива потому что здесь в его синхроне не вошел этот момент но в конце его пресс-конференции я его спросила был ли он на одесском припортовом заводе на что он ответил что были его помощники он знает что здесь работают высококлассные специалисты и что это предприятие лучшее в Украине лучшее ну то есть он очень много знает о одесском припортовом заводе с позитивной стороны тоже и его пресс-конференция она была больше посланием таким премьер-министром я это тоже прочувствовал честно скажу где-то полгода назад я впервые прочитал первую негативную статью в отношении нашего завода на сайте обозреватель вот первые говорилось о каких-то контрактах незаконных там и так далее какие-то копии там выкладывались в общем обсуждались и дальше последующие статьи уже воспринимались предыдущими домыслами как факт вот к сожалению это была первая ну такая нотка да и с этого наверное все-таки все начиналось к сожалению вот но тогда даже если не ошибаюсь Саакашвили даже подхватил эту тему и тоже начал первые его спичи касались и директора тоже он негативно отзывался об этом человеке вот но именно последний этот спич который вчера был сделан он очень паузу деликатную взял и так сказать оправдал что ли в своих глазах директора если так можно выразиться вот но именно этими словами он хотел сказать о том что предприятием кто-то управляет сверху и в двух словах предприятие покупает цену ну газ по цене ниже там установленной нормами самого государства которые требуют вот сам завод как бы не может выбирать мне кажется покупателей продавцов газа это в любом случае ну сверху команда приходит что ли и это не прерогатива завода опять же нужно юридические тонкости нужно разбираться в этом кто и как выбирает поставщика кто на это влияет имеет ли право подписи это наглядовая рада есть такая наглядовая рада в Киеве наглядовая рада Одесского припортового завода и именно наглядовая рада и определяет у кого должен покупать Одесский припортовый завод газ и это наглядовая рада и в этот раз тоже определила какие компании будут поставлять газ на Одесский припортовый завод я тоже сильно в этом вопросе не разбираюсь потому что действительно меня к этой теме подтолкнул Михаил Саакашвили мне пришлось немножечко порыться в интернете и буквально я на это смогла выделить всего около часа для того чтобы разобраться кто же таки решает вопрос о том чтобы у какой компании покупал должен покупать Одесский припортовый завод газ поэтому точно определяет наглядовая рада и подпись под этим контрактом стоит действительно Николая Щурикова об этом мы спросили Александра Юрьевича Фетчуна он сказал да его подпись стоит под этим контрактом но плохо это или хорошо вот что главное то есть нам это преподносит что как однозначно это очень плохо и мы сегодня с тобой тебя вообще когда-нибудь интересовали вопросы заключения контрактов Одесским припортовым заводом на поставку газа нет меня это не интересовало а сейчас мне бы это стало ну и мне это интересно но я не могу найти ресурс либо не могу найти возможность где бы я мог это открыть открыть для себя вот потому что я понимаю что это закрытая информация где-то опять же в Киеве можно где-то это все найти опять же у меня вопрос почему-то обыск проходил вообще на заводе если это мне кажется все-таки должны эту наглядовую раду смотреть обыскивать вот документы но контракты хранятся действительно на предприятии ну это я говорю я свою точку зрения свои эмоции выкладываю по поводу Николая Щурикова я его ни разу не видел я ни разу не слышал до буквально вчерашнего дня эту фамилию я слышал о том что на заводе есть смотрящие два смотрящих да мы называем народным текстом народным текстом это не было придумано вчера или же этим правительством вот был сначала один человек еще при Януковиче слышали о том что был смотрящий я не знаю кто это честно а я не знаю ну эти два человека были введены введены в мае этого года помнишь когда было заседание фонда коммунального имущества здесь на припортовом заводе и собрание было и тогда действительно были введены два человека в правление Одесского припортового завода и они работают там на предприятии правление правление а есть руководство заместители они по квоте правительства он там первый заместитель директора это руководство предприятия есть административное правление управление управление немножко надо разделять правлений давайте посмотрим кто правление завода сейчас только один директор вот а раньше было два человека он и заместитель еще один директор но поменяли опять же фонд госимущества имея 99 с копейками голосов имеет возможность это изменить мы немножко заканчиваем у нас уже есть следующий гость который работает в управлении Одесского припортового завода и он может больше вхож к этой информации я хочу знаешь о чем тебя спросить ты был сегодня на баскетболе был как сыграла наша команда химик к сожалению проиграл впервые впервые за долгое время у нас в прошлом сезоне в сезоне в Кубке Украины было поражение от мудвельника не считая того поражения мы где-то полтора года без поражения идем и что мы сейчас скажем по этому поводу нет ну просто по этому поводу скажем акцию проводил давайте ее покажем у нас есть фотография у Наташи да на моем рабочем столе была акция поддержка руководства вы стояли с плакатами и какую-то речь говорили не речь мы просто плакатами такая небольшая скромная акция мы видели защитим одесский припортовый завод мы верим в горботку Валерий Степанович мы увидели что он увидел увидел он тоже поблагодарил аплодисменты вот собственно его слова в его поддержку собственно скажите вот у меня как у прискиплывал журналиста скажите как вы так быстро такие красивые плакаты изготовили я думала вы и от руки их там рисуете нет это принтер вот так вот быстро все 3D принтер 3D это секреты одесского припортового завода секреты одесского припортового завода да спасибо большое спасибо вам да спасибо что нашел время поделился за освещение правдивое что ли правдивое освещение всех событий буду рад помочь еще ты уже теперь почти наш коллега тоже вчера присоединился это мой первый опыт был ну ничего понравилось понравилось ну будем тебя напрягать когда нам нужны будут волонтеры Наташа я предлагаю найти пожалуйста у себя видео ночного обыска момент общения я я поняла прокурора с потому что сейчас в нашей студии будет человек который имеет отношение к этому моменту это было вчера ночью когда Чапаренко вышел к людям для того чтобы пообщаться с журналистами ну и с теми вообще кто там был со всеми кто пришел здание управления так звук есть или есть да что творится на моем заводе как это отразится на мои прибыли как акционера жизнь покажет подождите вы нарушаете рискуете моими деньгами моими прибыли я ничего не рискую вы ночью врываетесь на мой славный завод который имеет славную историю имени ленинского комсомола всегда заслуженный был уважаемый завтра приезжайте в прокуратуру мы вам все зададите все а вы в понедельник не могли как-то устроить встречу мы вас встретим а вы в понедельник приезжайте к нам или хотя бы со дням мы наработываем почему в понедельник в 8 утра вам не явиться почему ночью почему все действия какие-то темные силы происходят почему не днем между прочим могу показать удостоверение я честно заработал свое право свое право жить в этом городе мирно и спокойно не всех мы же не мешаем вам жить мешаете чем расскажите мне я вернулся месяц назад в САТО приехал работать и тут ночью какие-то люди которые здесь никогда в жизни не были я 20 лет отработал на этом заводе кто вы такие что мы нарушили что вы почему вы явились ночью огласите список честь чего вы здесь кто вообще такие этот документ показан был и с ним ознакомлено было руководство завода а я акционер я имею право я выше чем руководство завода между прочим я акционер а что вы боитесь что вы спрятали за я не спрятался я не спрятался я не спрятался а на лексусе общайтесь с людьми а вы что хотите что у вас много людей есть вопросы почему днем не делать почему днем не делать почему темные спины действуют по ночам пожалуйста зачитайте уважаемые скрещу вы этого установления не надо махать что вы депутат южненская я прошу вас определить свой вопрос вы покажите хотя бы моего вопроса что за действия вы выполняете следственные действия когда деньги воруются с завода у государства чиновниками вы шедевали не на листу вы работали это служебная не паспорт установлено решением суда что украли деньги не установлено решение установлено уже установлено А чем закончилась, кстати, бюллетняя оборудование? Здесь все работали в предприятиях, все благодарные мне страции. Какая точная сумма будет озвучена позже. Можете зачитать решение суда, на основании которого? Давайте мы его снимем. У кого есть фотографии? У кого есть фотографии? У кого есть фотографии? Пожалуйста, пожалуйста. Скажите, по поводу чего это решение суда? Да, по поводу обыска сейчас на заводе. Это санкционированный обысок. Кто заказчик? Опять анос от заказчика? А кто против за действительным? А какой судья решение выносил? Он вот действительный? Действительный, реальный, реальный. Можно еще раз первую страничку сфотографировать? Слорофф, че-то, комитетный, комитетный, привет, какой-то... Адвоката наймите, он вам все объяснит. Слорофф, вы можете познать, кто застрять? Пожалуйста. Бабовский, Слорофф. Бабовский, Слорофф. Рейдерского захвата завода нет. Проводится Олгар. Ночь, неотложное естественное действие. Ребята, это балаган. У вас есть конкретные вопросы? Неотложное естественное действие. Я вам ответил. Пожалуйста, представьтесь, как вас забудет, какая должность у вас. Мы возвращаемся в студию. У нас уже двое гостей. Это Владимир Матенинко, работник Одесского припортового завода, и Геннадий Тихонов, тоже работник ОПЗ, и в том числе еще и воин АТО. Добрый вечер, друзья. Спасибо, что откликнулись на нашу просьбу и пришли к нам в студию. Владимир, вы вчера были в первых рядах из тех, кто приехал поддержать Одесский припортовый завод. Вы приехали вместе с супругой. И так получилось, что когда исполняющий обязанности прокурора Южного Ани Чапаренко вышел к людям, так сказать, хотел дать хоть какие-то комментарии журналистам, вы стояли одним из первых и начали речь такую очень яркую, такую очень смелую. Это было как-то от души шло. Такое чувство было, что вы не готовились особенно, но получилось очень... Вы репетировали, когда ехали, что вы могли бы сказать? Как получилось у вас так? К сожалению, я действительно не подготовился, поэтому получилось... Я просто очень сильно обиделся, то есть нервы очень сильно сдают. Может, я наговорил где-то много чего-то лишнего, несвязанного, но меня переполняли чувства, это наш завод. Мы столько вложили, это красавец завод. Завод это просто трудяга. Эти фраерские подходы, ну где-то в другом месте их проводите. То есть это просто были рисовки на публику ночью, они красиво захватили и так далее. Даже охрана, кстати, были нормальные ребята, стояли с автоматом. Да они просто стояли, чтобы было все в порядке. Они выполняли свою задачу. Был один фраер, который устроил себе... Мы просто трудяги, завод трудяга. Есть задачи, мы работаем, мы их выполняем. Новые идеи давайте улучшим, улучшаем. Мы работаем. Дайте нам сырье, мы выдадим продукцию, и будет все хорошо. Мы просто трудяги. Просто завод это работник. И этот подход фраерский очень сильно меня обидел. Мне кажется, он не собирался ни с кем общаться. Но как-то я подошел спросить, в чем дело, и тут меня немножко понесло. Я высказал все, что я думаю о их визите. Больше все меня как-то удивляет. Почему надо прийти ночью? Почему нельзя прийти как люди? Ну как-то очень не по-людски. Причем как-то один раз за разом это устраивается. Мне очень не понравился исполком. Ну чего исполком? Ну придите, спросите, что не так? Ну предъявите нормальное обвинение, докажите что-то. Я видел потом это видео в интернете, показывали, что они там нашли. Ах, мы нашли какой-то... А чего вообще оттрунули чужое? То есть ужасные действия ночью. Красиво, очень Лексус раздражает. За утром? Честь чего мы, в общем-то... Ну, в общем-то, это за наши деньги, купленные прокурором. Ладно, не его лично, он вчера объяснил. Он сказал, что это... Честь чего мы вообще-то позволяем слугам народа, они нам служат, этот прокурор, ездить на Лексусах. Он не служит, он исполняет обязанности. Он исполняет, ну когда-то купили, он наверняка не свежий, ему уже, наверное, пару лет, тяжело им не ездить, там, в Шарпаном Лексусе. Очень сильно раздражает, просто мешки я видел, с полкома погрузили, и они поехали. Кому, чего, то есть... Дальше избирательная комиссия. Да всегда у нас нормальный город, но кто сомневается в этих результатах? Ну пойдите, спросите. Ну все уверены, что такие результаты. Следовательно, это тоже напрасно. Напрасно просто недоверие нам, всему городу. Такое он имеет право. И тут он добрался до завода. Но есть какие-то вопросы. Вон финансовые службы, и приходи себе. Ну я работаю на заводе. Чтоб мы на какую-то бумажку когда-то не дали ответ. Это святое. То есть бумажка есть, сроки дать ответ. Все, будет создан. Да, теряется полдня на составлении этой бумажки. И день, и неделя. Очень сильно отвлекают эти бумажки. Ответ будет да. За подписью, как положено. На бланке. Все будет красиво. Зачем ночью приезжать? Какие-то извинять документы. Да прокурору, я уверен, подали бы пакет в нужное время. То есть это просто вот такой фраерский был подход. Меня он очень обидел. Я очень обиделся. И возможно где-то не сдержался. Несвязанная речь. Но это наше родное. То есть мы имеем больше права. Он вообще не должен там находиться. Честь чего? Кто он такой вообще? Так что я немножко сорвался. Да, вы говорили о том, что вы акционер. Каждый одесский, каждый работник одесского припортового завода имеет определенное количество права. Ну это было, обращаясь чего-то, начиная разговор, как-то мне... Одновременно мы являемся фамилией, имя, отчество. Мы являемся идентификационным кодом, гражданин Украины, житель Южного, работник ОПЗ. И тут я подумал, что хороший статус финансовый. Я акционер, я имею право знать. Просто да, у меня там 200, как у всех, это 0-0-0 чего-то. Формально я хочу знать, что творится на моем предприятии. Да, это 0-0-0. Это больше шутка. Но формально я спросил, что тут творится. То есть, может быть, он работнику завода мог ответить, ваше руководство знает. Но я акционер... То есть, как акционер я ожидал больше получить информации. Конечно, я ничего не получил. Судя по его уверенности, он действительно имел решение суда. То есть, действовал в соответствии с наших запутанных законов. Все, он имеет право, не знает, имеет ли он право. Наверное, и ночью имеет право оперативно делать, иначе бы он этого не делал. То есть, у него все схвачено, у него все хорошо. Но это не по-людски. То есть, жить по-европейски, это быть людьми, во-первых. Просто быть людьми. А устраивать саморекламу ночную, обижая всех, весь город, исполком обидел, недоверие избирателям, недоверие заводу. Какой он имеет право обижать людей? Причем безнаказанно. Я думал, он не появится в нашей жизни после того, как он обидел исполком. Оказывается, ничего, никакой на него правы. Да какой он имеет право, этот человек, умный человек. Это его, наверное, последний вагон. Он пытается запрыгнуть на эту ступеньку, уехать в будущее, проявить себя каким-то образом. И просто расковыривает, как медведь на пасеке вскрывает все улики, разворачивая. Мы люди, бегаем вокруг него, но зачем ты это делаешь? Я имею право, я тут закон. И что он доказал? Да ничего. Просто вот обидеть людей, сделать себе карьеру. Умный человек, глупости не говорит. Ну, очень сильно это было обидно. Я немножко пытался ему объяснить, что да, что-то не связано там с пяти... Это история, это то, чем мы гордимся. То есть, когда-то предыдущее поколение заслужило, вовремя пустив завод раньше срока, пустив такие агрегаты в тяжелых условиях. Кто строил, все угодно, вся международная стройка, все что угодно. Мы, люди, построили это, мы это эксплуатируем. То есть, мы переняли, ладно, ленинский комсомол, но на то время это награда. То есть, это... Давайте героев Великой Отечественной войны, потому что это было в Советском Союзе, выбросим. Это человек заслужил это. Любая награда, это что-то не зря давалось, никогда не дается, и сейчас не дается никакая награда. Поэтому я не закончил мысль. Мы продолжили эти по стопам, эти держав... Ну, не это знамя, поменяв знамя на другое, но высокий уровень производства. Мы действительно искренне людям смотрим в глаза, приезжающим... Всем людям мы на уровне, действительно, завод красавец. По показателям работы всячески стремимся и еще лучше, и еще лучше. До последнего времени мы лучше на СНГ подобных агрегатах. Мы лучше, ну, я просто, аммиаки мне ближе всего. Лучше, и все равно есть идти. А давайте сделаем вот тут. Вот мы присмотрели, вот на том вот заводике, они сделали еще лучше. Давайте посмотрим, а можно ли это у нас внедрить. Все, начали бегом. Давайте посчитаем, пригласим и так далее. Сделаем полюс, и опять-таки сделаем хорошо. Чтобы мы были приятно пройти. Вот это сделали мы. Это красиво, это как архитектор. Вот этот дом построил я. То есть завод достоин значительно лучшего к себе отношения. Поэтому я немного был очень сильно расстроен таким отношением. Очень понравилось мне руководство. Сегодня мы слушали. Вчера директор мне понравился. Очень мудрый человек. Ну, мы послушаем еще то, что сказал директор Одесского припортового завода. Хотя вчера он был немножко в таких сильных эмоциях. Сегодня он... Еще будет родное детище. Вот так вот кто-то топчет. Да, сегодня он говорил, ну так, как обычно. Ну, спокойно. Ну, вот мудрость предвидеть легко. Это не легко, а мужественно принимать. То, что у нас Валерий Степанович мудрый и грамотный руководитель, я думаю, что у нас ни у кого вообще нет сомнений. Еще раз, еще раз подтвердил. У нас не напрасно такие достижения, заботы. У вас и у Гены особый статус. Вы были в армии. И, ну, часто так государство фактически, ну, так, не в этом случае, конечно, но это как пример, выезжает на предприятиях. Ну, то есть больше всего повесток приходит на Одесский припортовый завод, Порт Южный. То есть на предприятия, которые, где есть человек, с которого можно в случае чего спросить. Вы тоже получили такие повестки, да? Ну, Володя, насколько я знаю... Я допрашивался получить... Да, вы доброволец. Да, я не скоро получил повестку. Гена получил повестку, ему пришла домой, но Гена пошел в АТО добровольцем. Вот. И сейчас очень много работников Одесского припортового завода защищают наш мир, чтобы мы здесь мирно жили. Находится там, в зоне АТО. Вот Гена, насколько я знаю, не единственный работник завода, который находится в Луганской области. Ну, со мной еще один работник электроцеха. Нас двое. Именно работников завода и два работника порта. Четыре и Южный Санаста. Ты вчера приехал, да? Позавчера. Позавчера. И застал как раз всю эту ситуацию с Одесским припортовым заводом. Ну, я узнал о ней поздно ночью. Как бы из интернета, опять же, с вашего сайта. Что-либо прокомментировать, сказать очень сложно, потому что не владею информацией. Просто можно о своих чувствах и ощущениях сказать. Я бы, конечно, туда подскочил тоже бы. И было бы там, потому что я был в Южном, на самом деле. Ну, очень прискорбно, что такая ситуация происходит с предприятием, твоим предприятием, на котором ты работаешь. Знаете, в Луганской области есть город Северо-Донецк, и там есть такое же предприятие Азотка. И, ну, честно говоря, когда я первый раз его увидел, я понял, что это химическое предприятие, на котором тоже два карбамида, там несколько аммияков, тоже два, по-моему. И в каком оно состоянии. Ну, оно стоит полностью, там не работает. Понимаете? И, ну, сравнивать нечего, на самом деле. Если кто-то пытается довести наш завод до такого, то... Ну, такие чувства возникают, да, такие мысли? Ну, мне кажется, просто так ничего не происходит, знаете, и развитие событий нужно, как бы, предполагать разнообразное. Не только так, а в разных направлениях смотреть. И мне очень бы не хотелось, чтобы, я ж говорю, с ОПЗ происходила какая-то нехорошая история. А вообще есть такой момент обиды, извини, что перебью, что вы там воюете, защищаете страну, держите не только наши кордоны, но и как бы Европу, так сказать, ну, даете ей возможности жить в мире, по крайней мере, какое-то время. А здесь происходят такие серьёзные переделы, грубо говоря, дерибаны, и, ну, вот эта вся эта брутальная ситуация в стране, она вот у вас внутри. Вы же много читаете, всё равно интернет всё время мониторите. Нет такого ощущения какой-то вот... Ну, знаете, мне кажется, ну, я буду говорить, наверное, в частности, за себя, но я уверен, что, во всяком случае, с моего подразделения у большинства людей такое мнение. Задумываю, ну, как бы, нет времени особо задумываться, что происходит здесь, знаете, и, честно говоря, ну, появляется время там, интернет просто, чтобы быть в курсе, знаете. Первая задача – это, ну, дерибаны, всё это хорошо, здесь мир, понимаете. Первая задача, где, которая находится там, и все мысли направлены туда, чтобы, как говорится, ни сантиметра больше, понимаете, потому что так много отдали. По вот этим вот всем дерибанам, ну, моё личное мнение, как бы, всему своё время, понимаете, и до дерибанов доберутся, как бы, нормальные люди и поставят, скажем так, на место, кого надо, понимаете, потому что частично, как бы, что-то как-то двигается, но наша система прогнила настолько, что оживить её очень сложно, как бы, понимаете. Поэтому, ну, как бы, нужно идти к этому и стремиться к этому, и упускать из внимания вот такие вот действия, вот такие вот ситуации, ни в коем случае нельзя, их нужно как можно больше освещать, как можно больше рассказывать людям, причём всякими способами и методами. И я думаю, что только тогда мы как-то сможем отстаивать свои права и отстаивать свои гарантии. Ну, с Михаилом Саакашвили были связаны определённые надежды в Одесской области. Я думаю, что вы тоже надеялись на реформы. И если, допустим, мы берём ситуацию с Одесским припортовым заводом, то та информация, которую он озвучивает и называет такие слова «невыгодный контракт», «коррупционные схемы», «мы остановим это всё», и, ну, оно внешне выглядит действительно так, как будто бы, ну, он прав на самом деле, он, ну, это, он борется с коррупцией. Ну, вот вы говорите «выглядит», как бы, за каждое своё слово, тем более чиновнику такого уровня нужно отвечать. Если он говорит, то пусть он на, скажем так, какой-то материальной базе, на документах, документально подтвердит свои слова. И тогда, как бы, пожалуйста, я буду, и я думаю, многие будут только за, чтобы, скажем так, какую-то коррупционную схему, о которой он заявляет, победить, прекратить или остановить. А голословных слов, как бы, можно говорить, понимать и работать на публику, это разные вещи, как бы, когда слова не сходятся с делом, это очень плохо. Ну, это вы сравниваете. Я просто хочу вернуться. Всё-таки у нас были надежды на Михаила Саакашвили. Я не могу сказать, что у нас вот их сейчас нет, этих надежд, но действия, связанные, возможно, он и не предполагал, что такое может быть. Ну, то есть мы можем сейчас думать всё, что угодно, к сожалению, мы его не можем пригласить в эфир, вернее, мы его приглашаем в эфир, потому что ситуация, которая связана с Одесским препортовым заводом, она в первую очередь интересует жителей города Южного, в первую очередь. И, к сожалению, я не смогла вчера ему задать все вопросы, которые я хотела задать, потому что это скорее был брифинг, чем пресс-конференция. Но я ещё возлагаю какие-то надежды, что всё-таки нам удастся его пригласить в эфир и узнать о той ситуации, которая сложилась поподробнее. Ну, будем предполагать, что вот так получилось. В общем, прокурор просто, у него стиль такой. Оля, вы вот говорите, возлагали надежды на Саакашвили, то бишь вы уже не возлагаете? Ну, я не могу этого сказать, да, я не могу в этом признаться. По поводу надежд, как бы, честно говоря, для меня, я был уже на то время в армии, когда он был назначен губернатором, и, ну, честно говоря, какие-то симпатии как бы были, и были такие ситуации, скажем так, освещаемые также в средствах массовой информации, скажем так, по тому же дому Гарри Поттера, там, допустим, знаете, и он всегда такой эксцентричный грузин, как говорится, понимаете, эмоциональный, так себя ведёт. Если он действительно искренне работает, а не работает на публику, понимаете, перед телекамерами, то, как бы, конечно, нужно поддерживать, и я рад, что появился такой человек. А если это, ну, пиар, то, конечно, когда это станет уже понятно и ясно, ну, со временем по-любому это станет понятно, то это, конечно, будет обидно, за потерянное время опять же. Я предлагаю послушать то, что сказал вчера директор Одинского припортового завода Валерий Горбатко, после того, как он побывал в кабинете, где происходили обыски. Вот. И он вышел так... Нас никто не запрашивал, ничего не делал. И для этого не нужно приехать ночью, 22 часа, и устраивать из этого шоу. Я не знаю, может, кому-то это интересно. Знаете, власть нас контролирует со всех сторон. У нас есть представители президента, представители премьера, все есть. Давайте еще поставим представителя губернатора. Давайте, может, еще кого-то поставим. Прокурора поставим. Поэтому я считаю, это неуважение к коллективу завода. Коллектив завода... Который работает в тех, кто говорит в истории, в Которописи. Поэтому вас собрали очень много. То есть вы все подготовленные, приехали, вам отрапортовали. Эти документы мы могли отдать в любое время. И за всю историю завода ни разу не было, чтобы вот так приходили. Ни с того ни с сего разбили двери. Понимаете? Для чего? Давайте выкинем отсюда. Тихо, тихо. Помолчите. Есть постановление суда. И мы должны его выполнить. И мы сейчас его выполним. Все это отдадим. И пусть люди изучают. Потому что то, что написал прокурор, какие там требования. Пусть это все докажут. Пусть это все докажут. Потому что цифры абсолютно абсурдные. Абсолютно абсурдные. Поэтому все пусть изучают. Любые документы мы отдадим спокойно. Хотя еще раз говорю. Мы отдали бы без такого количества спецназа, который абсолютно ни к чему. Еще раз говорю. За всю историю существования завода такого не было. Поэтому завод всегда вносил в развитие области страны какую-то лепту. Были у нас лучшие времена. Потом времена стали тяжелые. Однако считаю это, еще раз подчеркиваю, неуважение к заводу, к тем труженикам, которые здесь работают. Которые квалифицированно выполняют свою работу. Скажите, пожалуйста, какие документы сейчас проверяются? Проверяются те документы, которые написаны в решении суда. Поэтому все эти документы будут выданы. Пусть товарищи их изучают. А в чем вас подозревают? Ну, руководство завода. Послушайте, значит, руководство завода подозревает, в чем хотят, в том и подозревают. Поэтому пусть изучают все эти вопросы. Пусть изучают все эти вопросы, изучают документы. Потом по каждому документу будет конкретная дискуссия с цифрами, с фактами. Потому что нельзя обвинять до того, как вы изучили. Поэтому можно написать все, что угодно. И сказать все, что угодно. Но потом нужно это все доказать. Какие конкретно документы сейчас проверяются? Я еще раз говорю. Значит, все, что написал в постановлении суда, все документы мы отдадим. Все документы мы отдадим. Поэтому, ну, что можно сказать? Можно сказать все, что угодно. Вы конкретно можете сказать, в чем вас обвиняют? Послушайте, значит, меня ни в чем никто не обвиняет. Там написано, нанесен убыток 4 миллиарда гривен из контракта с гонконгской компанией Youscape. Во-первых, этого контракта не было. То есть контракт не реализовывался. Он вообще не реализовывался. Поэтому о каком убытке можно говорить, если контракт не реализован был? Да, контракт такой был подписан, но он был не реализован. Почему? Как? Пусть изучают. Почему? Пусть изучают, кто подписал этот контракт. Пусть изучают. Но этого не было. Там еще другие есть заявления. Поэтому дальше я говорить не буду. Дальше. Схема поставки довальческого газа. Она только началась, эта схема. Началась в этом месте. Началась частично. Кроме того, она должна в цифрах, она имеет свои плюсы, минусы. Но в тех цифрах, которые есть, она не является для завода убыточной. То есть она имеет свои плюсы и минусы. Она начала реализовываться. Так сложилась жизнь, потому что в работе с газом есть много проблем. Допустим, Национальный банк не разрешает платить деньги иностранному покупателю сразу. Нужно накапливать эти деньги, потом только делать аккредитив и так далее. Это создает проблему. Другие есть проблемы по жизни, которые есть. Поэтому с цифрами надо разбираться. И когда заявляются, что вот вы нанесли то, то это, это надо доказать. Поэтому я хочу вам сказать, нам нужно в стране упрощать. Он вступил в силу. И многие другие действия, которые реально мешают работать. Но дело не в этом. Дело в том, что завод, законопослушное предприятие. И всегда, по всем направлениям, что нас спрашивают, мы всегда даем. И со всеми правоохранительными органами до этого так работали. Так работали. И для этого не надо так в пятницу, поздно, ночью врываться и творить чудеса. Но, наверное, это нужно. Это, наверное, нужно вам, чтобы у вас были сенсации, чтобы вы о чем-то говорили, чтобы все вас слушали. А что за этим? Ведь нужно материальное производство. А эти люди, которые работают на заводе, они делают это. И поверьте, они работают в пожаровзрыво-безопасном предприятии. И если они станут нервными, то все тут может случиться. Понимаете? Поэтому я не знаю, зачем вас так собрали. Массово сюда пришли. Поэтому будет разбирательство. По каждому факту будут какие-то действия. Но я хочу вам сказать, что завод полностью от своего зарождения всегда контролируется властью. И власть дает разные указания. Такие, этакие. Чтобы вы понимали, 99,57% завода принадлежит фонду государственной имущества. То есть власти. И поэтому все указания, которые дает фонд, которые дают и другие органы власти, мы исполняем. Но когда власть дает сначала указания, а потом другие представители власти говорят, что это неправильно, пусть они разбираются наверху. Понимаете? Пусть они разбираются наверху. Поэтому, честно вам скажу, я работаю 45 лет в химии. На заводе я работаю почти 40 лет. 29 лет я работаю директором. Но такого я еще не видел. Я когда это услышал, я ехал в машине из Киева. Я только приехал. Ехал в машине из Киева. Я позвонил председателю фонда гособучства. И ему сказал, я в такой ситуации работать не намерен. Я буду с вами обсуждать вопрос своей отставки. А вы сами разбирайтесь с властью. Какая власть, какие указания, кому чего дает. Но мы, наши работники, вложили душу в этот завод. Я вам скажу. В прошлом месяце приезжал Жером Ваше. Жером Ваше это представитель Международного валютного фонда на Украине. Вот он посмотрел. И говорит, у вас прекрасный завод. Я не думал, что такие заводы есть на Украине. Этот человек вообще со стороны. Он приехал, сам посмотрел завод. Сделал такой вывод. И давайте посмотрим людей незаангажированных, которых нет. Вот сейчас приведу вам такой пример. Это Бейкер Маккензи и Эрнстен Янг. Эрнстен Янг это четверку лучших аудиторских компаний. Эти люди работают. Работают месяцами у нас. Изучают нашу жизнь экономическую. Тогда слушайте, дождитесь этих людей. Не, пусть они не скажут, куда мы идем и что мы делаем. Это сторонние люди, которых официально привлекли сюда. Послушайте. Послушайте. Ну никто же их не хочет слушать. Хочет слушать так, чтобы все звучало, шел дым. Как можно больше людей было. Ну если это интересно, пожалуйста. Вот такие дела. Больше мне нечего сказать. Спасибо. Мы снова возвращаемся в студию. Только что мы послушали выступление Валерия Степановича Горбаткова. Сразу после того, как он побывал в том месте, где проводились обыски. Мы попрощались с нашими гостями. С Владимиром Мартыненко и с Геннадием Тихоновым, работниками Одесского припортового завода, которые были в зоне АТО. И гость нашей сегодняшней программы – это Татьяна Ивановна Макогоненко, пенсионер Одесского припортового завода. Татьяна Ивановна, вы видели выступление Валерия Степановича? Я видела все. Я так получилась, что я начала с программы Шустера. Еще до того, как еще Шустер... Вчера, 20-го числа. Да, да, да. Потом уже плавно перешла, поскольку информация там шла так быстро, что я уже сидела и думала, что же там на заводе случилось. Делается, что уже, раз уже здесь, в Киеве говорят об этом. Поэтому, в принципе, вчера, прямо с самого начала, как так получилось, что все просмотрела. Но я таким Валерия Степановича не видела. Настолько эмоциональным, как он отреагировал на ситуацию, которая сложилась тогда вчера? Ну, это чисто человеческие эмоции, которые, в общем-то, как руководители предприятия, совершенно объяснимы. Потому что это, ну, уже сколько можно? Ну, сколько можно? Это уже, знаете, это же не первый день. Вот как губернатор у нас сменился где-то, по-моему, на второй или третьей неделе, я помню тоже в интернете, значит, было его выступление о том, что на припортном заводе, значит, руководство там плохое, некомпетентное и все остальное. Я сидела, меня просто раздирало от возмущения, потому что, что ты знаешь об этом заводе, что ты вообще знаешь о людях этого завода, о коллективе, как можно так загульно говорить вообще, давать оценку какую-то, это вообще невозможно. Ну, Валерий Цепанович тоже это же все слышит, и наверняка он слышит не только то, что в интернете, наверняка слышит гораздо больше от всех в окружении, которые у него есть наверху. И поэтому я еще удивляюсь, его такой, у него спокойствие, вообще выдержанный характер, что просто удивляешься, как он вообще это все выдерживает. Сколько лет вы вместе с ним проработали? Вместе с ним я проработал больше 30 лет. Когда-нибудь вы видели его в таком состоянии? Всякое же бывало, наверное. Ну, редкость любого случая. В общем, он очень спокойный, уравновешенный человек, даже когда очень сердитый, то не настолько он эмоциональный, может он малословный быть, но никак не... Но это уже, называется, достали, а что ж по-другому не будешь. Вы сказали о том, что изначально Михаил Саакашвили тоже говорил о прибортовом заводе, о руководстве, но вы заметили, что в последнее время он значительно сменил риторику по отношению к Одесскому припортовому заводу, и даже буквально месяц назад он на сцене наградил Валерия Степановича какой-то... Каким-то наградным знаком. Да, да. А вот, поэтому... Я вот этого не видел, но я хочу сказать, что вы понимаете, как... Вот у меня чисто вот такая человеческая, как говорят, ну не чуйка, как-то вроде это чувство, когда, знаете, вот... Назначили нового губернатора. Есть город, который является донором, причем хорошим донором области. Я так понимаю, сразу надо приехать хотя бы, познакомиться, а кто тебя кормит? В том числе и завод, и город. И когда этого не происходит, три раза ездим в Коминтерново, заезжаем во все села, Крыжановку и так далее, но полностью игнорируем тот город, который в принципе сегодня является лицом Одесской области, красивым, которым можно гордиться везде и всюду, а мы это игнорируем. У меня сразу было впечатление, думаю, что-то готовится. Вот, ну не может быть так. Это просто, либо кто-то вставляет в уши, либо кто-то, значит, по-другому действует. Ну, я не знаю, но так не бывает. И поэтому, и даже эта награда наверняка зубами скрипели, пока вручали, или как по-другому, потому что тот период, помните, два месяца назад, когда он кричал на пресс-конференции, что, значит, у нас опять надо менять руководство и все остальное. Но это же, я не знаю, плохой психикой по-другому не назовешь. Валерий Степанович сказал такую фразу, которая, ну, у меня шок просто был, о том, что он переговорил с головой у фонда Держмайна о своей отставке. Ну, я думаю, что это так было. Конечно, ему надо следить за своей речью, потому что он один раз скажет вот так вот даже в горячах, и пол-южного с инфарктом. Не надо такие вещи, потому что это у нас слишком больно, принимаем к себе. Но, с другой стороны, откровенно говоря, ну, сколько можно его мочить, сколько можно вытирать ноги. Я просто не буду сейчас говорить, я помню, как и при Юченко об него вытирали ноги, когда здесь. Ну, извините, это сегодня директор предприятия, который имеет такой вес в мире и в Европе, что никакому ни президенту, ни губернатору, ну, рядом не стояли. Ну, рядом не стояли. Я уже не говорю о том, что никогда не думали о том, чтобы забрать его там в Киев или еще другое. Он на своем месте, и хорошо. Но я хочу сказать, что это страшное дело, например, если бы кто-то забрал. Но это и не нужно. Вот это предприятие, оно сегодня, как, знаете, как полигон, как показатель, как надо работать в любой ситуации. Посмотрите, сколько мы президентов пережили, сколько премьер-министров пережили, и он своей дипломатией, может быть, своим таким чувством реальности, своим достоинством и чувством ответственности перед теми работниками, которые есть, наверное, это вот это. И его, как бы, дает ему силы на это все. Но сегодня говорить о, скажем, о том, что, ну, это, я думаю, так, эмоционально. Татьяна Ивановна, расскажите о своей должности. Просто вот вы пришли в ветеран завода. Ну, как-то хотелось бы, чтобы людям, которые... 30 лет проработать начальником отдела кадров. В 79-го года. Представляете, когда это только начиналось, я приехала в день пуска АМИАКа. В тот день я приехала, 28 декабря 78-го года. А вы не принимали Валерия Степановича на работу случайно? Нет, он уже работал. Но я его знала не как директора завода очень долго, а знала как специалиста и руководителя АМИАКа. Но хочу сказать, что, вы знаете, вот за это время уже прошли целые династии через руки. Вы знаете, сейчас даже иду иногда, знакомое лицо. Ну, просто потому что похоже на родителей, иногда бывают дети. И через это прошли и работники. В то время комплектовали ведь АМИАКи, карбамиды. Мы приглашали со всего союза специалистов. Они приезжали с семьей. Мы устраивали их, устраивали их жены. Жен, родители, кто-то с ними приезжал. Понимаете, это была целая комплексная программа по тому, как мы комплектовали завод. И в это время, вы знаете, за 30 лет это уже целая семья. Это уже полный комплекс тех людей, которые уже не то, что родные, а уже даже не знаю, какие. Потому что, в принципе, команда, пока я работала, команда была очень хорошая, команда директора завода. Но сегодня, послушав его первого заместителя, вернее, вчера этого, Шурова, я поняла, что команда там тоже ничего. Молодец, он очень хорошо взял на себя, конечно, очень большой огонь, но он не струсил. Мы посмотрим, да, мы еще посмотрим. Это самое главное. У Шустера, вот он молодец, он правильно сказал. Он под любым словом его можно подписаться, потому что нельзя так. И представьте себе, сегодня город, в котором живут работники завода, бывшие работники завода. Я уже отношусь к пенсионерам. У нас тоже больше, у нас уже тысячи наших простых ветеранов труда завода, которые начинали и потом ушли на пенсию. Ну, что же делать? Но, еще раз хочу сказать, это же для нас остался как тот ребенок, который выписали, которого вырастили. Я начинала не то, что даже с приглашения специалистов, анмяка, карбамид, а мы и проводили вечера, вспомните, посвящение в рабочие. Мы проводили огромные конкурсы по лучшим молодым руководителям, делали резерв кадров. То есть у нас это была не просто показуха, это был настоящий такой, знаете, период, когда готовили молодых специалистов, готовили вообще специалистов. И каждый знал, что он, например, резерве на замначальника цеха, на механика цеха или начальника цеха. И он старался достигнуть этой доли. Вы понимаете, не просто там брали со стороны, а это был рост внутри завода. А это очень многое значит, потому что внутри у него, в душе, оно уже оставалось. Это был не просто завод, это был его дом. Это не был, это есть завод, потому что традиции не изменились. Конечно, не изменились, нет. Если сравнивать завод с другими химическими предприятиями в этой же отрасли в Украине, почему, когда начинали в середине 70-х годов их строить, они начинали, в принципе, стартовали практически вместе, потому что я знаю, что Архим строил их в наших республиках, это все параллельно происходило. Почему все исчезло, а завод не просто не исчез, он процветает. И несмотря на трудные 90-е годы, которые он пережил, можете просто рассказать, как это было? Ну, во-первых, у нас немножко разные заводы, мы ведь не только производим, мы еще и перегружаем. Мало того, что мы перегружали свое, мы перегружали еще со стран СНГ, с России, с Белоруссии, другую продукцию. Самые тяжелые критические моменты нас это, конечно, выручало, потому что мы же еще перегрузочный комплекс. Но в большинстве случаев, конечно, знаете, у нас же очень многие семинары, вот когда мы проводили по обучению начальников цехов, скажем, или что-то другое, приезжали фирмы с Киева, которые проводят везде обучение по всем предприятиям. И вот однажды, это первый раз, когда мы пригласили фирму с Киева, и они приехали, ну, знаете, такие звездные, там, мы все знаем, мы сейчас научим, и все. Ну, я так смотрю, думаю, ладно, не буду особенно вникать, но я их пригласила, и мы с ними погуляли по заводу. Я их просто поводила по заводу, показала культуру производства, в цеха завела везде. На следующий день они пришли и говорят, вы знаете, мы сегодня провели бессонную ночь. Я говорю, а что такое? Они говорят, мы полностью переделали программу обучения. Мы поняли, что мы совершенно в другом месте. Это было очень приятно, во-первых. И потом, последствия работы с этой фирмой по обучению персонала, они постоянно говорили, что у нас очень хороший коллектив, очень хороший завод, и мы сегодня, в принципе, на фоне других, мы выглядели очень продвинуто. Может быть, потому что, когда комплектовали аммиакие и карбониды, мы все-таки приглашали лучших специалистов Союза. Знаете, это были действительно очень сильные, нормальные специалисты. Не просто так, чтобы, знаете, так приготовить. А они уже приезжали, это готовые. И каждый привозил свое, и как-то внедрялось это все нормально. И потом, конечно, это как идея коллектива руководства. Это все-таки очень большой вопрос. Скажите, у завода всегда была такая политика открытости. Это предприятие, на которое сложно попасть. Я хочу просто снова вернуться к вчерашнему брифингу, который проходил не на территории Одесского припортового завода, а за его пределами. Может, вы знаете о том, почему Михаил Саакашвили не попал на Одесский припортовый завод? Как так получилось просто? Прямо не попал. Мы туда возили школьника возим на экскурсии, пенсионера возим, журналистов возим, кого мы только не возили. А в момент, когда еще 25 лет назад говорили о закрытии припортового завода, еще тогда 25 лет назад, помню, Одесситы, все там выступали и все. Мы делали всем, кто хотел, мы всех привозили и все. А это, знаете, когда включила телевизор и увидела нашего губернатора в поле, я сначала не поверила, думала, это картинка. Можно как раз показать, у нас есть несколько кадров. Но когда увидела в поле, думаю, а я сразу думаю, а что не на трубе котельного цеха, блин? Или на колонии синтеза аммиака? Ну почему нет? В принципе, можно было и туда залезть, можно было на катере, можно было с вертолета. Ну это уже, знаете, такой пиар, который, в общем-то, даже смешно. А вас не смутило то, что он с трибуной был? Ну как же не смутило? Это же надо было эту трибуну привезти. Что же ее деревянную-то привезли? Надо было мраврную привезти, уже так получше как-нибудь. Ой, так, я вам... И масса этих микрофонов на трибуне. Елки-зеленые, смешно. Да, я вам расскажу, как человек, имеющий отношение к телевидению какое-то, что картинку на самом деле выбирал не Саакашвили. И это была идея операторов. Им нужна была узнаваемая картинка. Предложение провести пресс-конференцию возле управления забраковали операторы, потому что она нечитаема зрителям. А самая читаемая картинка, это когда мы едем вдоль, по дороге Одесса-Южной и видим две карбамидные башни. Вот поэтому вот такой был подход. Я вас умоляю. Тогда уж лучше надо было, я повторяюсь, на трубе котельного цеха, оттуда было хорошо видно. И аммиак, и припой, и завода управления. Красота, просто замечательно. Да, ну это все, такой пиар. Вы говорили о том, что смотрели Савика Шустера, как раз в тот период, когда на заводе проходил обыск. И я предлагаю его посмотреть. Ну, во-первых, я хочу поддержать вашу передачу, ваше телевидение, ваш канал. Я думаю, что в Украине такой редкостью становятся каналы, которые свободны от влияния олигархов, что это действительно важно в красную книгу заносить и каким-то образом очень лилить. Потому что стоило мне заняться вот этими вопросами последние две недели. В общем-то, все говорят, все говорят, мы должны бороться с коррупцией, мы должны сделать то, сё. Как только занимаешься конкретными вопросами, например, каналы, два канала Коломойского, каждый день подсвещают от 5 до 30 минут своего эфира. Вы летаете за бюджетные деньги? Нет, все подряд. Все подряд. Что я летаю, что я... У меня Рольс-Ройс, у меня яхты, у меня... Вы перечислите, что космические корабли и так далее, что мы украли дети, то есть деньги АТО, что мы чуть ли не едим детей и так далее. Каждый день. Надеюсь на то, что это накопится. В конце концов, в реале... Ну, многие люди, которые встречаются, по телевизору передавали, но это правда значит. По телевизору передали, что у него есть Рольс-Ройс. Ну, не Рольс-Ройс, но, наверное, что-то. Ну, нет. Вернемся к сегодняшней теме. Я думаю, что она очень серьезная, она требует... И я думаю, что люди в Украине должны это знать. Я сегодня прилетел из Одессы вечером, поздно вечером. И сегодня у нас были... Мы были... У нас был целый день... Мы работали над темой, над которой мы работали последние несколько дней. Я просто очень коротко скажу, в чем функция губернатора, главы администрации, вернее. Функция главы администрации бюджета нет. Мне бы очень хотелось что-то построить. Мне бы очень хотелось что-то сделать. Но бюджет мизерный. Мы можем мешать разворовывать имущество. Мы можем облегчать процедуры для людей. Для этого мы сделали самые быстрые процедуры в Украине по вытягам, оформлениям и так далее. Это наш центр обслуживания. Для этого на таможне... Мы реально сейчас... У нас на таможне не берут взяток. Спокойно идут... И мы объявили, что у нас будет полностью белая таможня. Впервые за историю Украины она будет. И она уже начинает существовать. И, естественно, мы занялись тем, что эти люди не раскрадывали наше имущество. Есть флагман украинской индустрии. Одесский припортовый завод. И он очень современный. Там очень хорошие специалисты, компетентный персонал, инженеры, рабочие. Это городообразующие предприятия. Несколько тысяч человек в Южном работает. И в том числе из Одессы туда люди ездят. Очень важная вещь для... Важное предприятие для экономики Украины. Но проблема, как и у всех госпредприятий, на этом предприятии в том, что на него... К нему пристали присоски с разных правительственных структур, которые все время эти предприятия на чтоят. В прошлом году общий ущерб от госпредприятий в Украине составил 105 миллиардов гривен. 105 миллиардов вынутых из кармана пенсионеров, учителей, отторгнутых от дороги и так далее. Что происходит на этом заводе? На этом заводе, последнее, почему мы начали очень интересоваться, они заключили договор по закупке газа. То есть завод закупает газ, перерабатывает и производит продукцию. До этого они закупали газ по обычной системе, как всегда, а сейчас они заключили так называемый договор Толлинга. Договор Толлинга, который запрещен очень во многих странах. Что такое? Выключаешь газ, реально перерабатываешь его, а столько цену переработки, а всю остальную продукцию твою забирают на рынок и производят компании, которые тебе дают газ. Мы раздобили этот контракт, неофициально пока что, и там есть, я был юристом в Нью-Йорке в 90-х годах, работал на юридических фильмах. Если бы я тогда, будучи начинающим юристом, что-то подобное начертил на бумаге, меня бы выгнали в шею в ту же минуту. А тут этот договор утвержден правительством Украины и предусматривает вот этот договор Толлинга. Что там написано? Что если контракт сорвется, все расходы возмещает украинская сторона. Если кто-то не получит доход, вторая сторона не получит доход, все доходы возмещают украинская сторона. То такая вторая сторона. Какая-то австрийская якобы компания, которая руководит 29-летняя юная особа из Полтавы, у которой есть какие-то владельцы, которых никто в глаза не видел, но понимается, что они украинцы. И у них сайт взялся за три дня до заключения этого контракта. И вчера у нас, я председатель общественного совета по контролю по управлению за государственным предприятием. Вчера мы сидели с несколькими министрами украинского правительства, с главой Держмайна, с другими специалистами, и все единогласно сказали, что если этот контракт будет выполнен на 100%, то за год украинский бюджет потеряет 93 миллиона долларов, просто выкачивает и через прокладку австрийскую закачает в свои карманы. Что такие эти люди? Почему я считал, что это надо поднять на политический уровень, а не просто на право интересных? Значит, есть там наблюдательный совет, и наблюдательный совет, который был у Чуджо, и наблюдательный совет, и это подпись премьер-министра Яценюка, когда он распорядился это утвердить. В наблюдательном совете есть председатель такой, это перелома, это бизнес-партнер депутата Мартыненко, это председатель энергетического комитета парламента. Вот этот перелома, потом утвердил такого Николая Щурикова. Прежде чем директор завода, отказался подписывать этот контракт. Мы с ним говорим. Шуриков, который начает в Мартыненко, подписывает контракт, который просто крабительский, коррупционный, и просто прям-прямая кража среди белого дня. И вот, до этого они иначе крали. До этого была компания, она называлась Ньюскоп, они там продавали продукцию за 220 долларов, а там прокладка австрийская продавала ее за 257. Это когда за продажу. Сейчас за покупку газа они уже как-то. То есть, почему у меня этот вопрос? Во-первых, замешаны высокие политические лица. Во-вторых, это самый перелом, это близкий партнер, видожвание, депутата, тот уже, и Мартыненко. В Украине талантами отличаются только бизнес-партнеры, ведущих политиков или еще талантливые люди, которые могли бы возглавить предприятие. Почему перелома? Он же заместитель нафтогаза, почему он же председатель этой команды, почему он же распоряжается этим контрактом, и почему там же назначают этого совместителя директора, который тоже человек Мартыненко. Вопрос. Тут мы имеем дело с феноменом любых друзей. Нам на депрессионный обратиться. Я не знаю, или нужно аплодировать, что у нас в стране опять явились люди. Но факт остается фактом. Есть. Есть. прямая политическая связь между премьер-министром, господином Мартыненко, этим заводом, этим контрактом и грабежом. Есть прямая связь. Сейчас, в эти минуты. областная прокуратура проводит обыск. Они взломали. Там у них большая охрана. Не хотели спускать. Мы туда направили спецназ, МВД. Спецназ, МВД, УВД, новый, который мы образовали, на те деньги, о которых очень заботились о Коломойске, который как раз мы потратили на этот спецназ. Он взломал дверь. И сейчас они обыскивают все комбиненты. Мы заберем все документы, доберемся до всех высоких комбинентов в Киеве. Потому что я там не для того, чтобы просто открывать и бух считать на потолке. В Грузии таких людей я сразу сажал. И мы сразу сажали. Они сейчас высказали и здесь высказали высказали Николай Щуриков высказали? А он у нас в студии. Правильно? Пожалуйста. Почему вы подписали тогда этот контракт? Я не могу выйти на с вынужден. Хотелось бы, чтобы все меня видели. Легендарная личность. Сам Саакашвили рекламирует как бы по авторитетному телевизору. Вы хотите кого кто вас должен видеть? Скажите мне. Я хотел бы, ну, люди. Так вас видят? Хорошо. Извините. Вот сейчас вот смотрите. пан Ляшко сказал правильную вещь, что мы три часа слушали не свершившихся каких-то там ожиданиях. На самом деле Одесский припортовый завод наверное многие не понимают что это. Это как раз свершившиеся ожидания. Это не несколько тысяч, а четырехтысячные коллективы. Это современное производство. Это двести шестьдесят миллионов долларов. Это двести шестьдесят миллионов долларов. У нас просто времени. Я тот человек, который в этом контракте, который составлял контракт, я не знаю, какой контракт в руках у Михаила Саакашвили, я готов предоставить любые документы. У меня был контакт с «Украинская правда», где я сказал, что сейчас когда сделка запустится, я представлю все цифры, все документы, дам отчет, это все выложу в прессу. Никто ни от кого не скрывается, никто никуда не бегает. Могу сказать, кроме контракта произнесенного здесь, все остальное произнесенное Саакашвили это чистая ложь. Я готов это доказать, я готов идти на полиграф, давать показания, я готов идти в правоохранительные органы. Я официально сегодня заявил в прессе и сказал, что я считаю, что надо сажать широкую комиссию привлечением СМИ, правоохранительных органов, представителей администрации, которые находятся в Одессе. Мы готовы и я готов предоставить все документы и доказать, что сегодня завод не просто эффективен, а в условиях ограничений, которые сегодня наложил Национальный банк на возможности работать по прямым контрактам за границей, мы сегодня получаем самый дешевый газ в Украине. Пожалуйста. Какой этот человек, какое отношение имеет к тому, что этот завод самый большой, что там работает 4 тысячи человек, что там столько-то мощностей. Причем тут он? Он пришел вообще из другой профессии. Мальчик на побегушках у Мартынинга. По-моему, был вообще ни в каком отношении не имеющим к этому заводу в бизнесах. Причем тут он и завод, который один из действительно самых лучших в Европе и Украине. Просто они нашли специалиста, нашли вот своего мальчика на побегушках. И почему он здесь сидит? Его, конечно, его, конечно, не надо ему предлагать, его вызовут правоохранителя. Сейчас я как раз у прокурора осведомился и положили на вашу охрану к вашему кабинету и идут в область к вашему кабинету, с чем я вас поздравляю. Но я думаю, что справедливость будет когда, когда кабинет обыщут и когда Мартынинга будет отмечать. И когда с Мартынинга выйдут на тех, до кого должны выйти, потому что когда мне рассказывают, я вообще, честно говоря, Мартынинга никогда в глазах, я даже не знаю, как он выглядит. Я знаю, но я знаю, что он делает. Я знаю, что они делают. Мартынинга сидит на предприятии в Сумском и, значит, Мартынинга сидит на Титане. Причем один и тот же директор, 70-летний пенсионер из Австрии, директор и того, и того. Ему даже лень находить других подставных лиц. Платит одни и тем же. И речь идет о том, что мне все равно Мартынинга это Иваненко или кто угодно, или Иванчук, или любой, подозовите любую фамилию. Тут вредит все таково. Мы страну грабят. Если бы 93 миллиона, знаете, сколько нам нужно на дорогу Одессы-Рени? Всего 100 миллионов долларов. Вот не было бы одного этого контракта, который мы обязательно упраздним. И можно построить хорошую дорогу стратегическую из города Одессы. да вы политический банк флот у себя в Грузии слили Грузию. Вы пришли сюда Украину уничтожать. Да вы реально предатели и враг в этой стране. То, что вы сделаете, и люди увидят вас, то, что ваш популизм, и вы пытаетесь себе этот популизм наработать на экран, вы враг, и вы враг государства украинского. Я это докажу. Я приду в суды, поверьте мне, вас ни одна страна не примет, то, что вы разрушаете грузинскую мафию в Одессе. Послушайте, мы вернемся к этому разговору ровно через месяц, когда я дам цифры, когда я докажу, что я эффективный менеджер, когда ваша ложь по моей связи с кем-то, я 12 лет работаю в госорганах, в госпредприятиях, где я уважаю люди, я создаю, я строил корабли, а вы что построили? Вы уничтожили свой авторитет в Грузии и покинули тех людей, которых там? У вас уголовные дела, от которых вы бегаете там? Подождите, подождите, вы только не лезьте в чужую страну. Этот типаж был директором завода Жвания, Жвания, кстати, грузина, грузина, но не в этом дело. Я хочу следующее, вот то, что этот субъект говорит, это говорит в последние дни Иванчук, Мартыненко, в легкой форме говорит премьер-министр Украины, это меня гораздо более... И они говорят следующие вещи, и они говорят следующие вещи, пусть Саакашвили уберется с себя на Грузию, Грузию. Этот Бартыник говорит, Саакашвили никак не сделает. Эти новые города, которые построили, восьмое место по легкости в ведении бизнеса, самое быстрое в мире, не корруппировано в бывшем Советском Союзе и в Восточной Европе. Это все ерунда. Это Бендухидзе сделал. Как ему повезло, что мой друг Каха Бендухидзе очень не повезло, что его не с нами, как ему повезло, что его не с Украины. Потому что ему мало не показалось, потому что Каха бы никогда не стерпел, чтобы эти субъекты вот так грабили страну, как они грабят. И когда они говорят, ты, я и судьба моей страны здесь решается. Там, в моей стране, временно захватила власть, пророссийская, главный концерт, акционер Газпрома, но все реформы, которые мы сделали, стоят. но судьба и Грузия и всех нас решается украина. Потому я Украина и уверяю вас, я как гражданин Украины не сдам эту страну вам. Я как гражданин Украины не разрешу вам ее до конца на разграду. Страну, которую вы довели, вы, ваши хозяева, довели до уровня Габода по доходу на душу населения. Страну, которая по уровню коррупции находится на уровне хуже Нигерии. В стране, где по коррупции говорит 80% всех опросших бизнесов. Страна, которая, вот сейчас я видел сегодня статистика, по налоговым этим находится на 107-м позорнейшем месте в мире. Это ваши хозяева довели, потому что, когда налоги трудно, когда налоговая реформа такая трудная, то тогда легко грабить. Когда нет прозрачности, легко грабить. Когда нет нервных прикрывало. Такая большая сюрприз, что оказалось, что могут быть и другие прокуроры. Кстати, в основном украинцы. Там эти обыски сделает сейчас Олег, я не помню фамилию, из Минницы. Прокурор, честнейший, молодой, хорошо образован. Есть новые украинцы. Есть украинцы, которые не принимают ваши провидоры. Есть украинцы, которые не считают, что если ты поламить, сколько ты должен быть. Вот ваш хозяин. Я говорю сегодня. Что, пять коров у них было. Пять коров, и они их доили. Да, слушай, я сегодня говорю про предприятие, которое вы хотите уничтожить. Мы понимаем, о чем идет речь. Кому вы хотите уничтожить, это непонятно, потому что предприятие сегодня полностью без долгов. Мы понимаем, предприятие сегодня полностью готово к приватизации. Есть много инвесторов. Работает иностранная группа, которая проверяет это предприятие. Есть сегодня комиссия финансовая, которая проверяет это предприятие. я был готов к приватизации. Так же, как вы прихватили много предприятий. Так же, как вы пограбили много предприятий. Так же, почему они не принимают закон об отмене 5% этого входного билета для олигархов парламента. Знаете, почему? Потому что те люди, которые сегодня доят эти предприятия, сидят в парламенте. Как можно человек, который каждый месяц получает миллионы, который на мере с этого контракта получает 93 миллиона, конечно, он не допустит прозрачной приватизации. Конечно, они не допустят. В среднем, через неделю, когда ваш лакерик Панидзе или Скворелидзе сделает показания, возьмет контракт, я разложу. И мне жаль, что Белоус, которому делал цифры, дал динамику, дал рынки, показал, как это эффективно, не смог вам донести эту информацию и не мог вам это дать. И мне очень жаль, что я, как все, которые пришел в зал, я надеялся, что Саакашвили придет в Одессу, я надеялся, я верил в вас, я один из тех, кто вас верил, что вы придете, и будет правильный, и будут изменения. Сейчас, кроме популизма, кроме каких-то бабушек, такси, нападение на самое эффективное предприятие в Украине, нету таких предприятий. Я не вижу Саакашвили, я вижу популизм в телевизоре. Вы увидите нас, когда мы перекрыли ваши потоки на таможне, вы видите нас, когда вы перекрыли ваши иски, которые мы останавливали бизнесом, вы видите нас, когда мы перекрыли, когда вы крали деньги на дорогу, вы увидели нас, когда мы перекрыли вашу ореховую мафию, вы увидите нас, когда мы перекроем и вашу мафию. И вы увидите нас, когда эти дела, которые мы доведены, мы доведены до конца. И мы действительно первая область в Украине, где никто в правоохранительных органах больше не берет взяток. Мы посадили главу милиции Одессы за взятку, взялись в поличность. Мы посадили комиссара Одессы военного за взятку. Мы возбудили дело главу приватизации в Одессу, его посадим. Сегодня мы объявили, что главой Ильичевского порта в ближайшее время будет предъявлено обвинение и будет посажен. Потому что этот между собой, когда от того же круга киевляне в вышелки должностные лица перевели советника министра Киев от нас подальше, чтобы оттуда еще управляли Ильичевским портом. А сегодня зашла наша милиция, которую они так не любят и боятся, и которую всегда в кармане их держали, потому что их подкармливали. Сейчас эта милиция, оказывается, взяток не берет, зашла и достала все документы Силичевска, Одессского порта, Южного, и все они будут привлечены. Всех мы их наведем. И наконец-то в нашей стране, в этой стране, в Украине, начнем наводить порядок. Не фотоохотник, который просто снимет фотографии и потом за какую-то взятку отпустит. Настоящий порядок. Да, когда раньше, бабушка приходит, он упомянул бабушку. Таким неуважением, какие-то бабушки, какие-то бабушки, у которых они одевают посреди деги, какие-то бабушки, которые им мешают. Конечно, для Мартыника бабушки это не... Вообще, почему они до сих пор живы? А для меня... А для меня бабушка, которая приходит сюда и за витиком, и берет этот вытек, который вообще не должен был и нужен, за 20 минут, а не за 3 недели, а не за 2 месяца, как при вашем режиме было. И которые... Таких бабушек для меня самая главная цель в моей жизни, что для этих бабушек и для наших детей никогда наши дети не видели, чтобы Мартыника, Иванчукин и ваши другие хозяева Жвания дальше продолжали грабить Украину. С 17... Тут был президент Кравчук, при нем коррупции практически не было. Потом был президент Кучма, при котором с бизнеса брали где-то 17-18 процентов. Потом, когда оранжевая команда переругалась, начали брать 50-60. Потом стало 70. И сейчас в условиях этих людей это все равно опять вернулось на 70. Вот в чем проблема. Но в Одессе ничего этого нет. Мне говорили одесские девелоперы, пока вы не пришли, за каждый квадратный метр перекоса в здании, каждый день приходила прокуратура, во мне выманивала деньги. Вот гараж, въезд в гараж сделали, вместо трех метров четыре. Говорит, девять месяцев ходила прокуратура, СБУ, как будто у них больше дела нету, выманивала деньги. Окна сделали, вместо квадратных чуть-чуть овальные. Пришлось заплатить огромные деньги. Потом, значит, магазин игрушек, магазин детей, Антошка, зашла УВД, когда только мы пришли. Один магазин, якобы что-то нашлось, закрыло все магазины в Украине. Так вот, ничего подобного больше не происходит. Они мне, я встречался с ними, говорят, наконец-то вздохнули. Я вчера встречался с многоплательщиками, с ассоциацией многоплательщиками. Они говорят, мы переводим свой бизнес в Одессу. Мне не нужно, чтобы они переводили в Одессу. Мы должны принять этот опыт, перенести его в Киев. Чтобы они больше, потому что нет отдельной, как нельзя почистить океан и море в отдельном месте, невозможно просто одну область почистить. Поэтому, когда вот мы сейчас Ореховым мафиям, сказали, всех отпускаем. Прислали нам ориентировки, я публично порвал эти ориентировки, коррумпированные из Киева. Говорят, мы не будем обращать своих вниманий, все будем пропускать. Так что вы думаете, они пошли через суд, киевские милиционеры. И два контейнера все равно задержали, хотя многие другие мы пропустили. Поэтому везде надо наводить порядок. Поэтому обязательно, рыба дниет с головы. Это расследование обязательно придет, обязательно придет, обязательно придет, вот с этого хвоста, из многочисленных хвостов, до настоящей головы. И эта голова будет достаточно крупная, я вас у всех уверяю. Потому что, когда нас кормили, и на деле показать, где я буду находиться через неделю или две. И каналы Коломойского, и этот субъект. А мы говорим о том, что вы сегодня, прикрывая свои социальные сферы, уничтожаете предприятия, эффективные предприятия. Это все, которые выливают на нас побои. И давайте на деле покажем, где я буду через неделю, через месяц, через две, я вам говорю, что я буду здесь, в этом зале, если меня пригласят. Вы будете, вы будете сидеть, не в этом зале. Вы врете, вы врете, и давайте это на деле докажем. Давайте докажем, мы это на деле, и я покажу, что мы вру, что вы чистый популистный, и я вру. Нет, никто меня не сможет заткнуть. Ни на люди, которых наняли олигарха. На меня гавнометы Коломойского и других олигархов каждый день, вот это то, что он сказал, это каждый вечер, как в каждом каналу. Но народ не перехитрить. Народ наш очень умный. Он прекрасно различает, где его интересы, и где вот ваши мелкие интересы. Где будущее Украины, а где просто швейцарские счета и австрийские прокладки Мартыника, Иванчука, Жвания. И я хочу ответить вам, когда я всегда был на стороне Украины, и когда мне премьер-министр Яценюк говорит, что он мне поедет в грудью, когда он здесь был глухой оппозиции, когда лидера его партии арестовали, я был президентом Грузии. Я приехал его поддержать, его партию. Янукович после этого со мной не разговаривал, президент, а он вел черный список. Но я все равно приехал, потому что для меня не Яценюк был важен. Для меня была важна свобода Украины. Именно потому я здесь. И никто из ваших людей старого режима не сможет меня отсюда выкинуть, как вы мечтаете. Не сможете меня запугать, не сможете меня купить. Почему столько грязи выливаете? Потому что купить невозможно. Почему на наших ребят столько грязи выливаете? Купить невозможно. Все больше и больше украинцев будут приходить во власть, которые не продаются, в отличие от вас. Которые ни за какие деньги не соблазнить. И это главное. Почему на таможне мы сейчас на Университете все же говорили, ой, Юля Маршин, что она знает? Какая-то там 25-26-летняя, сколько ей. Главное она знает. Главное она знает. Не надо брать. И знаете, этого ни в одном университете в УЗИ не учат. Этому учат дома. Этому учат мораль. Этому учат атмосфера. Этому учат, если ты любишь свою родину, ты так. А если ты какой-то как этот? Таких было много. Но и таких все равно гораздо меньше, чем остальные украинцы. Гораздо меньше, чем остальные украинцы. И в этом зале. Один и все мы. И в масштабах страны. Один и все мы. Хотя в правительстве все они. И только немножко нас. Вот это надо поменять. Вот все мы должны сделать так, чтобы порядочных людей было больше. Вот что я хотел сказать. И последнее. Когда они говорят. Дайте нам еще время. Дайте нам еще время. У нас такие планы. У нас вот эта программа, та программа. Два года была на реформе. Два года для того, чтобы талантливые. Иванчуки, и Мартыника, и их партнеры. Какие-то там переломы. Переломы. Прямо на всех местах. На автогаз. Доместитель Коболева. Глава этого предприятия. Ну нет, ну там есть талант в их окружении. Все таланты из чиновцов. С одного класса. Или с одной компании. Все они оттуда. Все остальные украинцы оказались достаточно безданными. Так вот. Два года мы смотрели на эту между собой. Сейчас есть возможность. Они говорят, мы еще хотим. Еще хотим. Если нет, мы выйдем из Калинина. Мы развалим. Страну берет заложник. Так я хочу сказать. Время на реформы было. Оно вышло. Реформы не были сделаны. Время на грабеж. Больше мы не дадим. Мы, как украинцы. Как общество. Украинцы не дадут. Время на грабеж. И тут все мы должны быть едины. Мы прекратим этот грабеж. Мы эти дела доведем до конца. И с Ильичевском. И с этим заводом. И этот контракт будет остановлен. Сколько бы они ни прыгали. Не смогут они получить эти деньги. Не сможет Мартинин Кополуку купить Илью Ванчук новую квартиру в Монако. Зато украинцы получат. Зато мы получим деньги на дорогу Одессы-Ленина, например. Которая мне очень нужна. Вот и все. Спасибо. Спасибо, господин президент. Мы продолжаем наш эфир. Только что мы посмотрели выдержку из вчерашней программы Савика Шустера. Не все смогли ее увидеть, потому что она выходит на одном из киевских каналов. И даже, несмотря на то, что она выходит на одном из киевских каналов, в кабельных сетях, насколько мне понятно, не все даже киевляне могут ее видеть. Потому что, ну именно этот канал. Потому что у Савика есть определенные проблемы. Но в интернете есть. В интернете есть, да. И благодаря этому этот эфир смогли посмотреть вы. Вы смотрели по интернету. И мы могли сегодня это показать нашим зрителям. Вот такая ситуация. У Михаила Саакашвили колоссальная поддержка аудитории. Но и нужно отметить, все равно у него в данном случае он не говорит плохо о поддержке припортовом заводе. Ну как-то не говорит плохо. Он говорит о той коррупции, которая существует. Не делая акцент на том, что эта коррупция не относится к руководству припортового завода. А, наверное, где-то повыше коррупции. Правильно, Валерий Александрович сказал? Разберитесь наверху, что вы хотите. Но уже оставьте в покое. И я понимаю так. Вот он пришел в область, где должен вести роль отца родного для всех. Кто дает прибыль, кто дает хороший, кто дает что. Мы сегодня, я не знаю, докладывают или нет, но действительно припортовый завод уже много-много лет ведет себя как гарант государственности на нашей территории. То есть он помогает и в Одессе, значит, дворцы, театры, храмы, для этих дома инвалидов, дети слепые, дома малюток и все остальное. Там не перечислить пальцев не хватит. Сколько он помогает здесь, в Южном. Сколько он вообще людям помогает по всей. И даже то, что социально защищенность сегодня у работников завода, включая ту же там и страховку медицинскую, или право отдыха, или право лечения, или что-то другое. Ведь никого не пускают, не оставляют без внимания, вы понимаете? И здесь, как бы походя вот так, раз и все смазали. Ну, это же разные вещи. Он должен быть как отец родной сказать, ребята, чем вам помочь? А это получается не отец, блин, а отче, которому пофигу, что здесь, ну, надо отлупить, значит, отлуплю, чтобы завтра еще больше, значит, там. Не надо, и не пугать, не надо. Вот понимаете, мне такое впечатление, что эти все ночные вот эти, что в городе, что на заводе, это, в принципе, для того, чтобы запугать людей, чтобы вообще сидели по норам и не выходите, не открывайте рты и ничего. Но ведь, вы знаете, не из той когорты вышли мы. И в конце концов на своем заводе, вот я даже от имени наших пенсионеров, от всех ветеранов скажу, нам рты очень сложно закрыть. Это очень сложно. И если еще мы толерантно относимся пока, Валерий Степанович говорит, да, я верю его дипломатии, он может там где-то, я надеюсь, и я знаю, что у него большие связи, и сможет это как-то разрулить. Но у нас тоже ведь есть где-то конец этой злости. Вот я сегодня даже выступить не могла, потому что у меня нормального лексикона не хватило для того, чтобы выступить там. Думаю, ну, начну говорить, ну, выведут из зала. По-другому просто уже у нормального человека уже просто нет. И где-то эта грань будет, потому что это свое, это свой дом, который мы защищаем, это наше, который мы выстрадали, это мы выжили, мы прошли с ним тяжелый путь. А ты что, пришел на год, на два, там кто-то оценил это все, по ходе ушел и просто так, раз, и размазал, да? Но не получится так. Люди мы другие совсем. Сегодня на встречу с Валерием Степановичем пришли, ну, около двух тысяч человек. Сегодня в зал пришли и еще были люди, которые смотрели. А в ФАЭ стояли, на улице сколько людей стояло. Ведь, понимаете, это сегодня жизнь нашего города. Что тогда, я помню, когда были рейдерские захваты порта, когда мы тоже переживали, когда были въезды на транспорте аж в ФАЭ порта. Так и сегодня здесь. А так это еще больнее, потому что мы никогда этого не испытывали. Понимаете, я всегда говорю, когда первый раз, так оно вообще, наверное, страшно. А столько лет прожить нормально, причем...